Президент США Дональд Трамп неожиданно объявил в своём твиттер, что уже с 10 мая начнут действовать новые пошлины на импорт китайских товаров объёмом 200 миллиардов долларов. Они увеличатся с 10 до 25 процентов. Такое заявление Трамп сделал на фоне переговоров, которые продолжают вести американские и китайские чиновники в надежде достичь торгового соглашения. В своём твите президент раскритиковал эти переговоры, сказав, что они продвигаются слишком медленно. Дональд Трамп добавил, что в ближайшее время дополнительные 25-процентные пошлины также могут ввести на китайский импорт объёмом 325 миллиардов. К слову, это все оставшиеся товары, которые пока ввозят в США без пошлин. Заявление президента стало большой неожиданностью для многих, поскольку к 10 мая, как ожидалось, стороны наоборот должны прийти к соглашению. 8 мая в Вашингтон должен прибыть вице-премьер КНР Лю Хе и его делегация для участия в 11-м раунде торговых переговоров. Десятый раунд завершился в Пекине на положительной ноте. Так некоторые СМИ писали, что переговоры в Вашингтоне станут заключительными. Вслед за заявлением Дональда Трампа упали индексы на азиатских фондовых рынках. «Если кто-либо проявит мужество и выведет переговоры из тупика, тогда ситуация нормализуется». Некоторые экономисты считают, что заявление Дональда Трампа может быть просто тактикой в переговорах. По их словам, это заставит Пекин пойти на уступки в некоторых вопросах. Торговый конфликт разгорелся между США и Китаем в марте прошлого года. Администрация Трампа раскритиковала китайские власти за кражу интеллектуальной собственности у американских компаний и заявила, что это вредит экономике США. В ходе нынешних переговоров Вашингтон хочет получить гарантии от Пекина, что тот не будет заниматься кибершпионажем, прекратит принудительную передачу технологий, откроет свой рынок для американских компаний и сократит торговый дефицит между США и Китаем. По данным источников, обе стороны обсуждают механизм, который гарантирует, что Китай выполнит все свои обещания. До настоящего времени торговое противоречие плохо сказывалось на китайской экономике. По некоторым оценкам, в 2019 году ВВП КНР уже сократился на полпроцента.